Все познается в сравнении. Сегодня 15 февраля 1989 года из Афганистана через мост дружбы Борис Громов, генерал командующей армии, выводил свои войска, наши советские войска. Потом бегство американцев из того же Афганистана. Вы все помните, ночью под покровом тьмы американский генерал бежал, тихонечко бросив всех своих, как украинцы говорят, посипак. Ну а тем временем мы сегодня наблюдаем другую ситуацию. Агентство Reuters уже расписало подробно, что будут делать русские шпионы и диверсанты на территории суверенной Украины. Оказывается, наши агенты все уже там и прямо вот буквально на днях начнут взрывать инфраструктуру, совершать диверсии и убивать патриотических патриотов Украины, в основном, наверное, все-таки националистов, стерненок и прочих этих Алексеев, Алексеевичей, которые 2 мая в Одессе и фамилию говорить не хочу, просто потому что вылетело из головы, и слава тебе, Господи. А мы сейчас в гостях у Алексея Валерьевича Журавка, который, в общем-то, несколько лет предупреждал обо всем том, что сейчас происходит на территории Украины, вокруг Украины. Прежде всего, конечно, вот это нагнетание западной истерии и что хотим мы того или не хотим, я имею в виду сейчас Зеленского и украинских военных, но надо, значит надо. Если американцы приказали, хохлы, идите и погибнете, значит они пойдут и погибнут. Вот об этом, обо всем и как это можно все-таки купировать, остановить, мы и будем говорить с народным депутатом Украины, нескольких созывов, с общественником, журналистом, публицистом, блогером. Так уж получилось, что сегодня Алексей Валерьевич работает, сражается именно в том окопе, в котором сидят блогеры и публицисты. Алексей Валерьевич, приветствую. Приветствую. Ну, давай честно тебе хочу сказать. Ненавижу слово блогер, журналист для меня, это не мое и не сущно мне. Это раз. Второе. Вот ты рассказал про план действия злого Путина и злой Российской Федерации и ее народа. Да не будет Путин, злой российский народ, так уничтожать Украину. Россия все делает для того, чтобы как-то Украина была менее разрушена, более стабильная, чтобы можно было ее сохранить, ни в коем случае даже не разорвать. Это видно по риторике президента Российской Федерации и всего, будем говорить, народа. Вот так назовем. Невыгодно рвать России Украину. И это мы все понимаем. Иначе 8 лет война не длилась. Она б уже закончилась. Вот только выстрелили, и она б уже закончилась. Поэтому в данный момент этот сценарий я называю так. Возьмите зеркало, поверните в ту сторону, от которого это все исходит, и вы увидите, кто на самом деле есть провокат. Это тот, кто это говорит, пишет. И на самом деле не надо скрываться, надо говорить своими именами. Враг для славянского народа и русского человека – это Соединенные Штаты Америки, англосаксоны и другие пособники тех режимов, европейские. Я их называю сосуны. Вот так я их называю. Поэтому в данный момент этот сценарий, он прорисовывается. Под видом партизанов, якобы с Россией. Под видом еще кого-то там, группировок, которые пособничают Россией. Будут какие-то проводиться диверсии. Я уже сегодня знаю, что мифические журналисты, кавычка, американцы и англичане, уже снимают на территории Украины, возле Донбасса, снимают ролики, как русские бомбят. Это я уже знаю и могу подтвердить. Не со слов и не с, а именно знаю. Поэтому в данный момент провокация будет. Мы видим, как эту сову под названием Зеленский натягивают на глобус. Мы это видим. Вчерашнее выступление. Все посмеялись. И ты в том числе посмеялся. Все ржут. А я говорю, ребята, не смейтесь. Вы будете потом плакать. И я не накручу. У человека, вот можно сказать, он троился. Первое. Кто-то ему в одно место въезжает. Давай делай. Второе. Он боится. Понимает, чем это закончится. И третье. Он угрожает своим же. И рассказывает, какая у него армия сильная, суперконтинентальная. Ты понимаешь? Потом нам эти помогают. Эти будут помогать. А уже сегодня нам помогли. Ну, европейцы я имею в виду. Вот эти вот. И вот если это правильно все соединить и вдуматься в каждое его слово, да, расчленить надо определенные смыслы, мы поймем, что за этим стоит. Так вот для меня это не шутка. Для меня это горе, беда и трагедия целого народа. А самое страшное, что первым мучается сегодня Донбасс. Это форпост России. Давайте прямо говорим. А 41-й год уже начался. Мы смеемся. Так вот я тебе хочу так сказать. Я не верю ни одному. Ни американцу. Ни европейцу. И назовем так. Особенно те, кто участвовал в меморандуме в подписание при Януковиче, это Польша, Германия, Франция. Я не верю. Я не знаю, что Владимир Владимирович там закрутил, задумал, но вижу, что он абсолютно правильно идет. Слушайте, НАТО, ядерное оружие, международная безопасность, это отдельно. А Донбасс, это отдельно. И Украина отдельно. И Украина здесь не в пределах. Все мы понимаем, что Украину сегодня используют как клин против России. Но теперь представьте себе, мы смеемся с Афганистана, там, где на шасси наматывались люди. Это страшные, конечно, кадры. Для меня, как для человека. А вот представьте себе, что они пойдут по другому сценарию. Развяжут войну, а оружие раздали. Сто процентов присутствуют там и игиловцы, и кто хочешь присутствовать на Украине. Вот такое смесь бульдога, носороа. Тем более Украина сама же подтвердила, что она террористическое государство в лице сегодняшних управленцев. Да? Ну, то есть террористы, в сути. Вот представьте себе, провоцируют конфликт, а Донбасс отметочку даст. А в этот раз Россия не бросит Донбасс. Я вам отвечаю, не бросит. И она не будет наступать, она другими возможностями все сделает, чтобы Донбасс победил. А эти идиоты замутят что-то на атомных станциях. Вы понимаете, что может произойти? При том, что весь уличный, нацистский, неадекватный потенциал находится где? По всей Украине. Теперь эффект домино присутствует. Людям-то раздают это второе, то, что я хочу сказать, оружие. Что это обозначает? Нет. Эти террористы, батальоны, которые они создадут, но они не пойдут на самом деле на Донбасс. Это все. Вернее, они не будут отражать, ну, допустим, русские придут. Они не будут это отражать. Они придут против кого? Против тех шизоидов, которые начнут грабить народ. А это гражданский конфликт. Значит, мы уже в данный момент упускаем события, когда просто опускаем вниз, когда русские не придут. Им это не надо. Алексей Валерьевич, вот здесь очень ключевой важный момент. смотри, Запад, конечно же, очень хочет, чтобы мы зашли на территорию Украины. При этом Запад снабдил оружием, боеприпасами именно тербаты, те, которые далеко от Донбасса. Эти тербаты начнут заниматься мародерством, тем, чем обычно СС Галичина и прочие ООН-УПА занимались во время Великой Отечественной войны. Что нам делать? Ведь мы будем видеть, как эти уроды в глубоком тылу. Я же хотел договорить. Вот с этого и начнется то противостояние, когда народ адекватный начнет мыслить, что надо уже бороться. Вот в этот момент русские должны помогать всем, чем можем назовем, в кавычках, все остальное, извини, я не могу говорить. Я понимаю, как, что будет происходить. Украина может... Алексей Валерьевич, тогда это как раз то, о чем пишет Рейтерс. То есть все тербаты, все каратели и мародеры будут объявлены героями, которые защищают Украину. Все разрозненные группы местного населения, которые возьмут в руку оружие защищать свои дома, как в 14-м году весной в Донбассе было, будут террористами объявлены. Нет, они будут защищать свои дома от тех террористов, как ты говоришь, полицайев, у которых кормовая база закончится, и они начнут грабить свой же народ, как это в Донбассе было. Леша, смотри, я тебе вспоминаю, вот, 14-й год, еще ничего не началось, нету еще никакого ополчения, никаких добровольцев, я вывожу в прямой эфир парня, не помню населенный пункт, не помню парня фамилию, он прибежал домой пообедать, он сблок поста на околице своего города, и я его вывожу в эфир, и он, проглотив бутерброд, говорит, Серега, пойми, мы не собираемся ни с кем воевать, наша задача вот этих вот карателей из Айдара остановить, не дать им зайти в город, я говорю, а что потом, ну вот отгоним их и дальше будем мирно жить, мы не хотим брать в руки оружие и идти куда-то там воевать, моя задача, говорит, и моих побратимов, закрыть город от нацистов, все, они ничего не хотели, пока их бомбить не начали авиацией, обстреливать ураганами и градами, они не собирались воевать, вот то же самое, но их обозвали террористами, сепаратистами, кем угодно, хотя там сепаратизма ни на йоту не было, вот завтра точно так же одесситов, цирюпинских жителей, херсонских обвинят в сепаратизме просто за то, что они не хотят впускать тербаты на свою территорию и защитить свои дома. Только это уже будут, грубо говоря, как сегодня зарубежные инструктора и так далее прорисовывают границу, где расколется Украина, только это уже будут Луровские называть херсонских террористами. Вот в чем парадексальное свойство, но в этом заключается смысл сделать хаос, дабы Россия побольше полиняла. Вопрос-то стоит остановить развитие России, и если Россия сегодня задний ход включает и дальше будет молчать про этот беспредел, значит, они-то думают, россияне-то встанут на дыбы, а сегодня давай будем говорить, в России большая часть народа говорит, ну все, уже хватит баловаться с этими клоунами. Все, надо создавать, что это враг, и Донбасс надо освобождать, там надо мирно водить порядок. Это простые люди, они грубо говорят, и это факт. Поэтому, ты же пойми правильно, сегодня и загоняют Путина в такую лазейку, нагнетают обстановку, мы злые, мы такие всякие, потом санкции, потом железные занавеси, типа этого, а потом говорят, слушай, ты там дай гарантию, что ты не придешь на Украину, а что под этой гарантией, они знают прекрасно, что Путин не будет нападать на Украину, или Россия, да, но если вдруг он дретнет и станет, он что, будет смотреть, как это происходило, когда они Югославию бомбили? Ты же пойми правильно, вот они что, преследуют, но представь себе, я в это, я лично в это не верю, Донбасс не дадут в обиду, и жителям Донбасса говорят, честно и откровенно, вы будете победителем, у вас есть дух, у вас есть подожди, а теперь давай представим гипотетически, вот как в Югославии Путин молчит и ждет, и пойми, правильно, они-то зачистят Донбасс, но если вы думаете, что на этом все закончится, они скажут, что мы победители, накачают мышцы, водик подрассказывает сказки чередуя, а потом, слышишь, ты ж наш маленький леп, а ну вперед на Крым, а ну давай теперь диверсионные группы в Ростовскую область направлять, еще в какую-то область, а Кубань же, ты ж пойми, правильно, это ж обозначает, палец, вот надо поглубже это засунуть, ну а за этим потом, это я гипотетически проигрую этот сценарий, но за этим другая ситуация формируется, помнишь, я когда-то говорил в своих телевизионных эфирах тебе, ребят, вы понаблюдайте, европейская коалиция против России уже сформирована, ну так оно есть, ты посмотри, англичанин приехал, в Москву, да, кажется, министр обороны приехал сюда, одно говорит, приехал туда, говорил одно, а ты вчера посмотри, что говорит сегодняшний день премьер-министр Германии, а ты посмотри, как себя вел француз, ты посмотри, коалиция сформировалась, они не могут найти Гитлера, а уже европейское сообщество ополчилось, возьми, 38-й год, 39-й, как Германию накачали оружием, а что, сегодня не пробывают целые самолеты непосредственно с оружием в Украину, а не то же самое, просто у Зеленского очко, жмук-жмук, а если Порошенко был, у него рука не трогнуло, он бы уже бы это начал, поэтому Порошенко и привезли, и логично складывается, каждый день бомбят Донбасс, каждый день идет нарастающий больше, 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 значит, ждите провокации, это все миф, и я на том же и стою, пока мы по зубам не влупим, пока мы внутри Россия не начнут зачищать этих либеранстов, демократов лживых, и всю эту свору информационную, которая наносит колоссальный ущерб своим враньем, ребят, мы в будущем можем проиграть Россию, а я буду здесь осужден, вот поверь мне, игры, подожди, в игры мы очень серьезно играем, которые для нас могут закончиться очень плохо, поэтому в данный момент я на своем и стою 8 лет, да, я в сроках могу ошибаться, потому что это тонкая игра, нельзя ее перейти, из-за Украины одной ядерную войну никто не будет начинать, и Владимир Владимирович правильно сказал, победителей не будет, значит, эту черту надо правильно обойти, а не так, а, взял, это не та ситуация, если бы это был современный мир, грубо, а ура с компьютерами, но без таких ядерных боеголовок, поверь мне, Россия бы уже была обратно в Польшу, и зачистили бы Украину, но это геополитика, я понимаю, что в Донбассе гибнут люди, вот мне говорят, а что сразу не пахнут, нельзя этого делать, как бы мы ни говорили, Украина еще остается с ядерным статусом, только не с тем ядерным статусом, а мирным ядерным статусом, это атомные станции, это ГЭС, это химические склады, и так далее, и так далее, а там обстановка намного поменялась, не 2014 год, как бы ни относились мы к этим УКР войскам, они стали сильнее, да, если русский пойдет, они большую часть побегут, но я говорю, ребят, а сзади ружье, оно раз до выстрела, а Горина делает очень много, мне говорят, а там 50 тысяч, я говорю, нет, со 150, если даже 20 тысяч пойдет штурм, то, ребят, поверьте мне, мясо наделает много, а если в тылу существуют Украины шахиды, ну, грубо говоря, или еще какой-то маргинальный, будем говорить, общество, они захватят ядерную станцию, и что дальше, потому каждый шаг должен быть обдуманный, но в данный момент, к сожалению, горечу моему, я не хочу каркуша, я не хочу смерти, но людям желать, но у меня чувствует что-то внутри, что что-то в Донбассе произойдет, слагая все, я понимаю, что идут они на самые страшные провокации. Алексей Валерьевич, и вот здесь момент, когда наверняка у Владимира Владимировича в душе то же самое, что и у тебя, и вот он сегодня ждет, как проголосуют депутаты Государственной Думы, там рейтинговое голосование, два момента, первый момент это признавать ЛДНР сразу, и второй момент пройти правовую процедуру через Министерство иностранных дел, определиться со всеми международными юридическими нормами, и признавать ЛДНР как суверенное государство, ну и понятно потом его признавать в качестве члена ОДКБ, всего остального прочего, вот объясни пожалуйста твое видение, хорошо, завтра, сегодня Дума проголосовала, завтра, послезавтра президент принимает решение, мы признаем Донецкую и Луганскую народные республики, что после этого может произойти, мы признали и все военно-юридические последствия пошли. Если признают ЛДНР свободными республиками, что произойдет независимое, первое, ну во-первых ЛДНР подпишет в первую очередь договор, который будет связан с защитой русскоязычных и русского населения, которое живет на этих территориях, это раз, второе, подпишется сразу военный договор о совместном сотрудничестве в этой сфере, и третий договор, ну миротворцам уже туда можно и не ставить, потому что сразу этот фактор выпадает. То есть Донбасс может сегодня затребовать военную помощь, как технической части, так и силовой части. мы понимаем, а может и затребовать миротворцам ОТКБ, может это произойти, но так как идут военные непосредственно действия и обстрелы, частично и привлекут военных для того, чтобы, ну будем насильно разграничить буферную зону, разграничить отдалить. Поэтому в данный момент надо смотреть еще на фактор международного момента. Если сегодня мы видим, что Украина в лице зелья бобы и всяких отморозков, как Порошенко, Тимошенко требует не выполнять минские отношения, ну соглашения не выполнять. И вообще мы не прознаем Донбасс, но они не хотят признать, что они отказываются от Донбасса, а Европа начинает дальше продолжать после этих решений накачивать оружие и рассказывать, что Россия портит типа суверенитет, я хотел грубее сказать, ты понял, что я хотел сказать, значит Россия может пройтись по-другому. Когда формируется новая армия, формируется новая Украина со столицей Харькова, ты понимаешь о чем я говорю, ну возвращается Криворожская республика, надо свои земли возвращать. И когда будет статус определен нового государства, они могут назваться, что мы патриоты Украины, мы ее освободим. А это что обозначает? Это обозначает, что надо ту территорию, которая находится под оккупацией, освободить. Алексей Алексеевич, секунду. А там недалеко и Харьков. Это наши слова. А на встречу тебе говорят, вот мы же вас предупреждали, что пророссийские силы внутри Украины, агенты Кремля, будут против суверенной европейской державы Украина воевать. Они все равно перевернут так, как захотят. Сергей Павлович, как ты этого ежика не крути, он все равно будет колоться. Это раз. Второе. Что бы ни делала Россия, я тебе привел живой пример непосредственно, если Россия будет качественным наблюдателем. Да? Поверь мне, Россия со всех сторон будет виновата. Со всех. Куда бы она не повернула. Пришла она в Китай будет виновата, пришла она в Сирию будет виновата, пришла она в Донбасс будет виновата, приехали они в Индию разговаривать, будет виновата. Ты ж пойми правильно, ну всем ты не понравишься. Я не маня. Вот будет называться так, я не маня. И все. Понимаю, с какой стати сегодня Россия должна всем нравиться. Она что, девочка? Или кто она? Мы видим девочку Украину. Что с нее сделали? Моем. Это морем сегодня туалеты, ночные бабочки, раба эзаура и так далее. Что мы видим? Поэтому в данный момент нельзя так относиться. Поэтому тут единственное надо определиться. Вот надо найти такой аргумент, такую тщательную позицию, ну назовем как мишень, целочка, и попасть туда. И чтобы потом, потом вот эти европейские все уроды моральные, которые это горе все сотворили с моей страной, нет, мы больше с вами спорить не будем. И лет на сто нас забыли, хотя бы. Это вот моя позиция. Но ты понимаешь, что я хочу сказать, я хочу грубее сказать, но их надо так шпокнуть, чтобы у них волосы дыбом стали, и понимали, что эта бомбочка может упасть где хочешь, но она не зацепит другие страны, а вас снесет. И как один ваш человек с России сказал, ну в хрусталике чтобы превратились. Алексей Валерьевич, ну смотри, тем не менее, какая-то стратегия вырисовывается, четко видна. С одной стороны, бизнес, который любит тишину, он улетает туда, где тихо и к деньгам относится, более-менее пока с уважением, да, вот эти суперджеты летят, начал Ахметов, закончил Вася Хмельницкий, между ним там и Боря Колесников, твой когда-то однопартиец, который при порохе сидел в тюрьме, а сейчас сбежал с Украины. Но бизнес это понятно, олигархи. А вот местные администрации, генпрокуратура, СБУ, областные, центральные, городские администрации, зачем-то начали быстро готовить к эвакуации почему-то во Львов документации. Они что, просчитывают ситуацию, что столица Украины, ЗУНР новый, будет во Львове, что туда Путин не пойдет, и мы тогда отсюда сбежим, если все нормально вернемся. Если нет, значит Львов столица новой Украины. Давай будем так рассматривать. Первое, конечно же европейцы и американцы ударили экономически красиво по Украине. Это они дали понять Зеленскому и всем остальным, кто не хочет воевать, что с вами будет. Мы с одной стороны посмеялись, а как же так, а с другой стороны они дали понять. Это называется превентивный экономический удар. Ну не попрется уже Зеленский к Владимиру Владимировичу Путину, слушай, дай нам денег, потому что у нас шарашили. А потом тихо-тихо под столом говорят, ну слушай, ты хочешь как-то выжить? Мы тебе подкинем денег, а ты там сделай тему. Это то, что касается этого, этой ерунды. Теперь то, что касается уезда бизнесменов, депутатов. Слушай, они могут вернуться, наступит, не наступит, Путин злой, они могут вернуться в Украину, даже когда Путин наступит, репатетически рисует. А знаешь почему? потому потому что на всех их есть крючки. И когда дядюшка Сэм позвонит и приведет к ним спецслужбы, они скажут, слушай, ты нам нужен там, если ты не уедешь, бизнес и дети твои здесь кончатся. Вот и все. Вот я всем просто объясняю. Поэтому в данный момент вот так оно происходит. Теперь то, что касается границ. Ну, ты понимаешь, что такое Малая окраина, где она была. Мы все помним историю до 18-го года, до будем говорить революции. Настоящая революция. Да, за короткое время создали целый Советский Союз. Что там было? Горе, кровь, еще что-то. Мы это не обсуждаем. Но какое могучее государство пришло к нам? Какое? Это рад. Это факт? Факт. Но мы помним, как Западную Украину присоединяли, какие договора были. Мы помним, где решалась судьба Западной Украины. И мы помним то, что пришло к Советскому Союзу. Ну, это Западная Украина. И помним, как зачищали это бандерье. Как они учителей убивали и все остальное. А Советский Союз учебу, школа, профессоров, институты и так далее. И сельское хозяйство. Все давало. А раньше кто они были? Батраками. Вот понимаешь, поэтому может быть они и старым мышлением дебильным и думают, что эти ж русские, они понимают, что мира Западная Украина не даст. Поэтому лучше им отпилить. забывая, что сегодня уже век не тот, уже 21, мы прогрессируем и в той ситуации, когда земной шарик скуднеет в энерозапасах, в воды, в углеродах и так далее, скуднеет, а народ, будем говорить, человек, умирает постепенно, голода больше становится, холода больше становится, то защита нормальной страны заключается в объединении, в увеличении своих территорий и даже чужих. то есть это наступление, что по большому счету занимается Америка и Анла Саксона. Одни на островах живут, а другие на другом континенте живут. Они захватчики, только они через хаос порабощают, отнимают, занимаются рекетом и убивают народ, освобождая себе таким образом территории, превращая их непосредственно в зоны забирания энергетических всех будем говорить преднадлежностей, сельского хозяйства и так далее. Вот тебе и все. Что это происходит? А мы сегодня, как народ любит свободу и народ, который является победителем, должны вернуть историю воспять, вернуть свои земли. Это под нашим политическим влиянием. Путин не говорит, что он Германию захватит, Францию, нет? Он просто говорит до 97-го года, верните нам то, что вы отобрали у нас и зашли натовцами. Вот и мы поступаем. Я не вижу, что сегодня, вот сегодня, если на то, уж пошло, если так дальше будет продолжаться, как ноября, лучше под железным занавес, но зачистить по новой эту западную Украину. Но только не так, как Хрущев, который реабилитировал вот этих бандер и отпустил. А уже так, раз и навсегда упаковать, пока не в последнее поколение не будет. А оставить тех западной Украины, нормальных людей, которые говорят о селе, о добре, о жизни наших народов, сообща живут, и они там есть. Вот это мое мнение. Я хочу вернуться в свой большой славянский мир. Мы к этому придем. Ну, я надеюсь, что очень скоро наступит такое время, когда без единого выстрела, без единого российского солдата, вдруг окажется, что просыпаются жители Украины, а власти-то у них и нету. Власть лежит на земле в пыли, в грязи, и крич крикнут, ребята, кто есть, приходите, владейте нами, в конце концов, научите нас нормально жить и работать, управляйте, чтобы процессы пошли. Вот к тебе звонок из Херсона. Алексей Валерьевич, а не мог бы ты прилететь и хотя бы временно возглавить Херсонскую облгосадминистрацию? А вы, Сергей Патерьевич, еще сказочники я вам хочу сказать. Сказки вы читаете, наши добрые, советские, видно по вам. Не будет такого. Придется побороться, зачищать эту мерзость, провести суды по военному требованию. смерть и горе в Донбассе людей, и для того, чтобы справедливость восторжествовала, нужно военные трибуналы провести, суды, так как там военные преступники. А те преступления, которые они там на Донбассе сделали, да и у себя на Украине, они подпадают под геноцид, поэтому в данный Нюрнбергский процесс мы должны повторить. Никуда мы не денемся, дружище, вот тебе скажу. Так. Ну что ж, Алексей Валерьевич, спасибо тебе огромнейшее, очень рад был сегодня пообщаться. Мы-то с тобой общаемся каждый вечер по телефону и говорим более откровенно, когда нас никто не слышит. Тем не менее, сегодня, по-моему, мы практически все, о чем втихаря друг с другом говорили, озвучили для наших зрителей. Ну а каждый умный человек должен понимать, что его ждет, готовиться к будущему, каким бы оно ни было. И главное, как говорится, держать строй, верить в себя и в своего верховного главнокомандующего. Спасибо тебе огромное, удачи и до встречи. Спасибо. Итак, дорогие друзья, программа подошла к концу. Будьте здоровы, берегите себя и помните, завтра на Украине героические, геройские ребята выйдут обязанные желто-синими лентами и будут демонстрировать, как они не боятся вторжения Путина. Путин об этом, конечно же, потом узнает, посмеется над дурачками, но если нас не заставят, если не спровоцируют, то мы бы очень не хотели применять силу против русских людей, которых кто-то обозвал хохлами, украинцами. Они наши, русские, изначально малоросы, те, кто живет на земле Малой Руси, Руси изначальной. Берегите себя, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова